Эта часть стволов стреляла, эту часть заряжали, третья отстреляла, потом поворачивали и все повторялось снова. То есть предполагаю, что это оружие должно было беспрерывно стрелять, оно скорострельное оружие должно было быть, и постоянный подзарядок. Как современный, наверное, племен, но его нужно было постоянно подзаряжать. Вот такое интересное изобретение. Но надо сказать, вот все те изобретения, которые мы с вами посмотрели, успели посмотреть, они очень сильно отвлекали Леонарда Давидовича от него основного занятия живопису. Все-таки прежде всего был художником, поэтому он очень медленно работал. Ну, представьте, мы, например, давали ему заказ написать какую-то картину, тут его осенял, какая-то идея, там, какая-то там фунгли или летательный аппарат. Он все бросал, начинал думать об этом, рисовать, писать материалы, готовить могилу, потом возвращался к своей работе и так далее. Поэтому он очень мало написал картин, кроме того, он всегда стремился к совершенству, к ревистичности изображения, поэтому еще долго работал. Ученые, исследователи называют 12 картин, которые оставил нам Леонарда Давидович авторство, которое беспорно. Потому что есть ряд картин, о которых спорят, в кисти Леонарда Давидовича они понижают или с кем-то совместно он написал, с учениками, что, в общем, практиковалось в те годы. Так или иначе, 12 картин всего осталось, и некоторые из них самые известные представители.